С 1 сентября начал действовать новый регламент проведения техосмотра автомобилей. Теперь список обязательных проверок легковых машин, грузовиков и автобусов стал короче. В нём вместо прежних 82 указаны только 55 позиций. На пунктах техосмотра эксперты больше не контролируют повреждения тормозных трубок, уровень шума выпускной системы, способность стеклоомывателя подавать жидкость, работу штатного противоугодного устройства и состояние рассеивателей оптики. Кроме того, без внимания останутся потёки жидкости из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, гидроусилителя руля и аккумулятора. Вдобавок отменена проверка аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки. Впрочем, согласно правилам дорожного движения, иметь аптечку и огнетушитель водитель по-прежнему обязан. Тем более, что инспектор ГИБДД вправе прямо на дороге проверить соблюдение этого требования. А единственное новое требование — это проверка подсосов воздуха или утечки выхлопа из системы выпуска. Длительность проверок осталась прежней. Для автомобилиста сохранился получасовой регламент проведения техосмотра. Одновременно заработал приказ Министерства просвещения об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. Новый документ перераспределяет часы практических заданий. В городе ученики теперь будут проводить 38 часов, а на площадке всего 18. Напомним, что каждая автошкола может составлять собственные учебные планы, однако должна соблюдать положение приказа. Чтобы упростить задачу, чиновники публикуют примерные программы. Свежая редакция Гражданского кодекса принесла свои нововведения для отечественных автомобилистов. У тех владельцев, что используют гаражные боксы не по прямому назначению, помещения будут попросту отбирать. Изымать планируются гаражи, в которых складируется мусор, а также если парковочное место незаконно переоборудовано под мойку, мастерскую или шиномонтаж. А с 11 сентября российские страховые компании при расчёте ремонта по ОСАГО начнут учитывать цены неоригинальных запчастей. Стоимость аналогов пропишут во всех ценовых справочниках. Соответствующее решение принял Банк России. Учитывать стоимость неоригинала отныне будут для машин всех марок, независимо от страны производства. Это нужно, чтобы обеспечить равные условия для всех автовладельцев.